Два крупнейших курорта Бурятии, Горячинская Аршан, находятся в подчинении санитарно-курортного учреждения Байкал Курорт, который десятилетиями не вкладывает деньги в ремонт своих зданий. Финансовые проблемы и износ материальной базы давно стали острой обсуждаемой проблемой. Здесь один из санаториев Саяна, где мы сейчас находимся, закрывали в феврале этого года за многомиллионные долги. Работники до сих пор не получили зарплату. Кризис усугубил еще и селевый поток, который обрушился на Аршан в июле 2014 года. Тогда произошел резкий отток туристов. А недавно в СМИ появилась информация о том, что курорт хотят продать и есть якобы некие инвесторы из Китая. Наша съемочная группа приехала сюда специально, чтобы разобраться в этом вопросе. За летний сезон Аршан посещают 5000 туристов. Сейчас в двух санаториях Аршан и Саяна отдыхают почти 500 человек. Кроме прочего, в поселке официально зарегистрировано 82 крупных пансионата со средней вместимостью 50 человек. Они-то и составляют главную конкуренцию Байкал-курорту, который, по словам местной администрации, просто не справляется со своей работой. На сегодняшний день они показали, что они не способны решать данные вопросы. Они госзаказ просто не выполняют. Если в 2016 году отдохнуло в пределах 11 тысяч на их территориях, в их корпусах профсоюзных, то по факту, фактически отдохнуло целевым 163, они доложили, 163 по профсоюзным путевкам. Это означает, что они вообще не профсоюзная какая-то организация, а коммерческая какая-то фирма. В общем, работало в пределах 526 наших жителей, работало на курорте Аршан. В последнее время, буквально недавно, массовое увольнение было, 76 человек они уволили. Это когда было? Уволили, это месяц два назад, где-то так, да? 76 человек. В феврале где-то начали увольнять, да, в феврале где-то уволили. 76 человек они уволили вот на сегодняшний день. Я слышал по последним данным, что они планируют уволить 200, где-то 50 человек еще. Оптимизация проводится на курортах, оптимизация штатного расписания. Это связано с тем, что вообще проблема – это сезонный характер работы. То есть в сезон, конечно, работа есть, и нужны люди, нужны кадры. В межсезонье, конечно, возникает серьезная проблема, и получается, что отдыхающих мало, работников много, в этом есть определенные противоречия. Накануне состоялось рабочее совещание исполняющего обязанности главы Бурятия Алексея Цыденова по вопросам развития курортов в поселке Аршан и Горячинск. Как выяснилось, долги по налогам только у курорта Аршан уже превысили 80 миллионов рублей. Ну, на сегодня вот такая вот ситуация у нас сложилась. В результате, конечно, это в 2014 году схода Литопотокова по курорту Аршан, где нами было направлено из собственных средств 60 миллионов. Нам, значит, возмещения вот этих финансовых средств не было абсолютно. Мы своими силами и средствами, и силами коллектива вышли из этого положения. И в последующем, в 2015-2016 году у нас по курорту Аршан и Горячинск, по курорту Аршан отмечается спад отдыхающих. Особенно в 2015 году из-за повтора селива Литопотокова. И в связи с этим у нас доходная часть в 2015 году нами не была выполнена. И в связи с этим, значит, у нас долг по налогам 2014 и 2015 годы. Правительством Бурятии были предложены варианты выхода из кризиса. В частности, называлась передача 25-процентной доли в собственность республики. Однако профсоюзы отказались от всех вариантов. Но и своих идей по развитию у них нет. Нет, варианты в том, что мы против, но вы нам должны, вы нам должны детей, вы нам должны дать объем, вы нам должны решить вопрос с энергетиками, вы нам должны, а мы против, это не вариант. Это называется халява и ежедневенчество. То есть должен быть системный подход. О том, что либо мы все идем в одну сторону, либо другие решения. Преступная халатность, банкротство и все остальное. Меж тем в разговоре с нами Дмитрий Калмыков признался, что на самом курорте Аршан ни разу не отдыхал. Наталья Китаева, Максим Власов, телекомпания АТВ.